МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 20.30 в Новосибирске и области в прямом эфире канала УТС информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Попросил специально работников медико-социальной экспертизы показать, какая у них зарплата. За январь месяц это 69 тысяч рублей. Это средний работник месяца. 69 тысяч рублей. Визит министра труда в Новосибирск и новые социальные выплаты. Кто может рассчитывать на повышение оклада? Эти емкости называются танками. В каждом таком танке 6 кубометров. Тот, кто пил деревенское молоко, знает. В нем встречаются шарики жира. Так вот здесь эти шарики жира разбиваются буквально на нанометры. Молоко без запаха, вода без примесей. Кто и как контролирует все технологические этапы от сырья до готового продукта. До берега 3,5 километра. Зачем пешком, когда можно на машине? Риск дело благородное, но не здесь. Люди говорят о запретах не слышали. Скажите, вот то, что на машине запрещено на лёд. Знаете? Не знаю. Забава для рыбака, забота спасателю. Чем чреваты поездки на автомобиле по тонкому льду? Сейчас об этих и других событиях подробно. В Новосибирск прилетел министр труда России Максим Топилин. Глава ведомства принял участие в обсуждении вопросов индексации окладов бюджетников, демографической ситуации в регионе и проблеме выдачи земли многодетным семьям. Обо всём по порядку, мои коллеги. Уникальные методики рисования, канистерапия, лечение с помощью собак и ботанический сад. Всё это в программе реабилитации людей с ограниченными возможностями. Сейчас центр работает в тестовом режиме, но уже в марте откроет двери для нуждающихся. К нам обратилось 57 тысяч инвалидов, из них 4 тысячи с детьми. 57 тысяч? 57 тысяч, да. Мы же по заявительному принципу работаем. Их больше вообще на самом деле. 57 тысяч – это те, с кем мы работаем. А людей слепоглухих у нас в городе 2171. Социально ориентированные программы. Зарплата бюджетников, доступное жильё, программа «Комфортная среда». Помощь людям с ограниченными возможностями и увеличение рождаемости. Министр труда и соцразвития Максим Топилин обозначил ключевые задачи для регионов. Мы очень жёстко контролировали, как происходит подведение итогов за прошлый 2017 год. Были согласованы показатели достижения этих указов. Мы неоднократно это рассматривали и на селекторных совещаниях, и докладывали руководству. Могу сказать, что здесь Новосибирская область исполнила все показатели по всем категориям. Как отметил глава области Андрей Травников, на протяжении пяти лет Новосибирская область входит в десятку регионов с минимальным количеством детей-сирот. В 2017 году безработица сократилась. Занятость населения больше 60%. Кроме того, с 1 мая регион получит средства из федерального бюджета на увеличение зарплат. Новосибирская область к этому готова. Необходимые средства в консолидированном бюджете предусмотрены в полном объеме. Теперь наша задача добиться, чтобы каких-то сбоев на местах не происходило. И действительно люди получали ту зарплату, на которую они ориентируются. Также глава региона отметил, особое внимание уделят социальным программам для родителей, материнский капитал и выплаты после рождения первого ребенка. По его словам, необходимо информировать каждую маму о деньгах, положенных от государства. Екатерина Широкова, Евгений Агеев, Новости ОТС. Сегодня новосибирские спасатели и полицейские открыли охоту на рыбаков. Внезапно нагрянули на территорию Обского водохранилища, куда каждый второй любитель рыбалки приехал на автомобиле. Это несмотря на то, что выезд на лед запрещен. Александр Куршев от тех, кому сегодня было недоклёво. Тойота Лэнд Крузер зелёного цвета уходит от погони инспекторов МЧС по льду Обского водохранилища в сторону Берска. Скорость почти 70 км в час. Чтобы джип не перевернулся ради безопасности людей, спасатели принимают решение отказаться от преследования. А вот этим рыбакам уже не убежать. Снасти распакованы, удочки заряжены. До берега 3,5 км. Зачем пешком, когда можно на машине? Риск – дело благородное, но не здесь. Люди говорят о запретах, не слышали. Скажите, вот то, что на машине запрещено на лёд, знаете? Нет, не знал. У всех один и тот же ответ. Вот только незнание законов не освобождает от ответственности. Рыбаки в последний момент прячут номера своих машин, пытаясь избежать штрафов. А они не маленькие – до 1000 рублей. Хозяину этого Митсубиши-аутлендер теперь нужно ждать письма счастья. Намеренно нарушаете? Ну, намеренно. Почему? Отдохнуть надо. Отдохнуть так решили? Да. Никогда не попадали в сложную ситуацию? Нет, не попадался. Русский авось называется. Инспектор МЧС выручает нарушителям памятки и рассказывает о правилах безопасности на льду. Сотрудники полиции составляют протоколы и выписывают штрафы. Эти самодельные вездеходы вообще могут арестовать. Они не стоят на учёте в госавтоинспекции. Но самое главное для спасателей – не наказать, а уберечь людей от беды. К счастью, люди остались живы. Пострадала машина. Но такая редкость. Лёд не прощает ошибок, предупреждают специалисты МЧС. Для рыбаков, спасателей, гости нежелательные. До порта времени, пока беда не случится. Сергей, часто звонят о помощи? Да, бывает, звонят. Вот ночью, 14 января, позвонили. Машина забуксовала, закончился бензин у них. Выехали на поиск. Температура воздуха была минус 28 градусов. То есть пурга, скорость ветра до 20 метров в секунду. Два человека замерзали в машине на Новосибирском водохранилище. Спасли? Да, спасли людей, доставили. Медицинская помощь не потребовалась. Сегодня в рейде на Обском море регистрируют больше 60 автомобилей. Выходные в разы больше. Ежегодно засыпают гравием места съездов на лёд. Но рыбаки находят новые пути. В 2016 году в Новосибирской области утонули 59 человек. Среди них были и любители зимнего лова. Александр Куршев и Сергей Жданов. Новости ОТС. На крупнейшем Новосибирском молочном заводе сегодня запустили линию очистки сточных вод. Это позволит снять нагрузку на городскую канализацию. Мощность установки 3500 кубометров в сутки. А мой коллега Сергей Толмачёв увидел этапы производства молочной продукции от первого до последнего. В таких ёмкостях молоко избавляют от коровьего запаха. Потом отправляют в чины с закваской. А через несколько дней можно фасовать йогурты в стаканы. Сначала смешав с ягодой. Чтобы перейти с клубники на персик, нужно перезапустить линию. За полчаса. Ассортимент большой. Но технологии позволяют его расширить. Да, мы крупнейшие производители в России. Но не всё, что покупают сибиряки из продукции нашей компании в магазинах, производится здесь. Поэтому одна из задач – увеличивать ассортимент. Каждая партия молока сначала поступает в лабораторию. Не секрет, что на многих фермах коровам дают антибиотики. Здесь их выявляют с помощью тест-полосок. Если найдут, сырье отправят обратно. Ещё один метод контроля – химический анализ. Три капли фенолфталиина меняют цвет образца. И его сравнивают с эталоном. Мы сейчас делаем кислотность молока. Мы делаем параллельно. Чтобы получить пастеризованное молоко, его нужно хорошенько размешать. Или на профессиональном языке гомогенизировать. Эти ёмкости называются танками. В каждом таком танке 6 кубометров. Тот, кто пил деревенское молоко, знает. В нём встречаются шарики жира. Так вот здесь эти шарики жира разбиваются буквально на нанометры. В итоге получается молоко привычной нам консистенции. И сроком хранения до 8 месяцев. На этот завод поставляют свою продукцию 44 хозяйства Новосибирской области. При этом сырое молоко на рынке в последнее время резко упало в цене. Кефиры или сметана на прежнем уровне. Выгода в развитии переработки очевидна. В Новосибирской области необходимо повышать уровень и объёмы переработки сельхозпродукции. Мы в этом остро нуждаемся. И мы, безусловно, в первую очередь надеемся на те предприятия, которые расположены на территории Новосибирска и Новосибирской области, что они будут развивать свои производственные мощности и за счёт этого увеличивать объём потребления сельхозпродукции и глубину переработки. Сегодня на заводе открыли и новую станцию очистки сточных вод. Это тоже сложное инженерное сооружение. Просто в канализацию стоки уже давно не отправляют. Ещё одно технологическое решение на предприятии, где всё должно быть стерильно. Сергей Толмачёв, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Перинатальный центр у областной больницы достроят в ближайшие два года. Договорённости удалось достичь благодаря приезду уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Во время визита детского омбудсмена прозвучало сразу несколько громких заявлений. Рассказывает Рута Келлер. У молодых журналистов в центре Горностай сегодня, что называется, горячие новости. В гости приехала уполномоченная при президенте России по правам ребёнка. Лучше самих учеников рассказать о школе, пожалуй, не сможет никто. Поэтому экскурсию проводят сами. Я бы хотела заниматься дальше журналистикой, поступить на журфакт и посвятить свою жизнь этому. Почему? Ну, это же интересно. Общаться с разными людьми. Когда ты журналист, у тебя есть возможность общаться не только с узкой специализацией, а с людьми, которые занимаются разными видами деятельности. Школьным журналистам есть чем похвастать. Юные телевизионщики сотрудничают с поляками и американцами. Совсем скоро отправятся за рубеж делиться наработанным опытом. Кроме журналистского мастерства, школа славится ещё одним направлением. Ресурсный класс, в котором учатся и ребята с аутизмом. Выпуск с американцами подростками. Маленькая Анна никогда не будет ходить. Шестимесячному Ивану не суждено видеть мальчик слепой. А эта малышка с каждым днём теряет активность. К тому же все они остались без попечения родителей. Но их не бросили работники специализированного дома ребёнка и постарались максимально создать домашние условия. Такая модель проживания избавляет детей от множества психологических проблем. Семейная модель проживания детей, когда разновозрастные дети и дети с разным уровнем здоровья, они проживают вместе. То есть у нас и младенцы, и дети, и первого, и второго, и третьего года, и четвёртого года они могут жить вместе. И живут вместе. Наполняемость групп уменьшилась. Подводит итоги своего визита Анна Кузнецова уже в кабинете у Андрея Травникова. Основной разговор проходит за закрытыми дверями. За три дня работы у представителя накопилось много вопросов. Некоторые из них требуют немедленного вмешательства. Более 60 женщин, которые обратились сегодня по вопросу представления исков прокуратуры одного из районов по возврату средств материнского капитала. Процесс слишком глубоко зашёл, но мы видим всю абсурдность ситуации. Отозваны были сертификаты, которые ещё не потрачены, а те, которые назначались в это же время, этой же категории граждан, но были потрачены, каким образом поступать с ними. Проблему материнского капитала губернатор обещал взять под личный контроль. Подняли вопрос недостроенного перинатального центра. Здания, которые несколько лет пустуют, должны сдать в эксплуатацию через два с половиной года. Кроме того, возобновят и замороженный проект хосписа для палеотивной помощи. Интересное предложение по строительству хосписа поступило со стороны общественной организации. Подобное предложение звучало и ранее, несколько лет назад. В принципе, уже был залезирован земельный участок, и мы готовы в кратчайший срок этот проект снова реанимировать. И при участии трёх сторон, это общественная организация, это власти региона, власти муниципалитета, этот проект реализовать. В завершении визита губернатор, уполномоченный по правам ребёнка, и министр труда России поздравили молодых мам и лично вручили сертификаты на единовременные выплаты. Девушки первыми оформили документы и теперь могут рассчитывать на ежемесячную поддержку государства. Рута Келлер, Екатерина Киселёва, Алексей Погодин и Александр Ведерников. Новости ОТС. Это информационные итоги дня, прямой эфир. И смотрите далее в нашем выпуске. Можно сказать, не каким видом спорта надо заниматься, а каким не надо заниматься. И не только на основе генов, генетического паспорта, но и на основе Конституции. Тихо, тихо, тихо. Катя, 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 Катя. Тихо. Тихо, девчонка. Ну все, Константин Ветрович, и это и сколько лет? Уже пять. Бобслей, легкая атлетика, плавание или борьба. Выбор вида спорта. Зависит от предпочтения. Вот результат атлета на соревнованиях во многом от наследственности. Так утверждают специалисты генетики. Есть даже особый спортивный ген победы. Но как узнать, являешься ли ты его носителем? Екатерина Киселева попыталась. Да, вот такой ген есть, существует. Он характеризует виды спорта, связанные с выносливостью. Есть определенный процент высокой представленности определенных генов для видов спорта, связанных с силовыми скоростными. Но, тем не менее, взять, если ребенка найти у него этот ген и сказать, что он наверняка будет стопроцентный результат даст в каком-то виде спорта, все ведущие специалисты этого пока не говорят. Предрасположенность или так называемый спортивный генотип – всего лишь треть успеха спортсменов. Питание, интенсивность тренировок и воля к победе. Одним словом, окружающая среда – залог медалей и рекордов. Успехи сборной Бразилии по футболу объясняют не только генетикой спортсменов, но и теплым климатом. А также сложившимся в стране культом этой игры. Перспективы спорта – это, с одной стороны, улавливать вот эти вот тенденции, которые дальше будут нарастать, связанные с поиском генетической предрасположенности. А второе – это воспитывать. Если вы картину представите, то вот поле зеленое, покрытое травой, на ней растет красивые маки растут. А по ним пошла конница. Часть этих маков затоптала. Вот конница – это окружающая среда, это то, что является окружающим миром, который все это может смести. Дениса Короткого в спорт привели родители. Сначала секция плавания, потом атлетика. По стопам мамы и папы – профессионалов своего дела. Сегодня Денис – призер молодежного первенства мира по бобслею. Тренировки пять раз в неделю. Жесткая дисциплина и любовь к скорости у чемпионов крови. Когда мы по плаванию проходили тренировки на стадионе, мне всегда нравилось бегать короткие дистанции. И это хорошо у меня получалось. Я знал, что родители у меня занимались только атлетикой. И, в принципе, очень хорошо. Я решил попробовать. Родители меня вводили на тренировки, чтобы получали к этому с детства. Чтобы я тренировался, не халявил где-то. И всегда выполнял работу, поставленную тренером. Династия спортсменов – явление частое. Тот самый спортивный ген наследуется с большей долей вероятности, если оба родители – прирожденные профессионалы. Наука сегодня позволяет составить генетический паспорт каждого человека. И наверняка узнать, каким спортом заниматься можно, а каким – противопоказано. Роль играют не только гены, но и конституция тела. Что такое штангист? Это короткие конечности. У него должны быть мощные рычаги. Рычаги, что не очень длинные. Длинные рычаги, они не позволят ему поднимать тяжелый вес. Склонность к ожирению, которая тоже генетически определена. Об этом свидетельствует тот факт, что с ожирением бороться очень трудно. Потому выбор дисциплины – дело ответственное. И тем родителям, кто видит в своих чадах будущих олимпийцев, стоит подумать не только о своих амбициях, но и генетике. Диктант о футболе писали сегодня в Новосибирске. Это своеобразный аналог тотального диктанта. В эти дни одновременно писали текст не только в Новосибирске, но и в других городах и странах. Правда, масштаб не тот, ведь текст диктовали на немецком. Школьники, студенты, педагоги, российские немцы, носители языка, сегодня все на равных, за соседними партами. Толис диктант – аналог тотального диктанта, правда, с чуть меньшим размахом, пишут на немецком. На этот раз текст посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу. Единого автора нет. Слова, речевые обороты коллективно подбирали эксперты. Так, чтобы текст был интересен, но прежде всего понятен человеку со средним уровнем немецкого. Для нас важна массовость участников. Мы сейчас хотели бы обратить внимание на количество принимающих участий. Поэтому для нас, мы для себя определили, это Б1, Б2. А для тех, кто хотел бы пойти на более серьезный уровень, они подавали заявки. То есть у нас есть, и мы не отказали. То есть кто хотел бы принять участие там на уровне С1, пожалуйста, приходите. Ну, заранее надо было зарегистрироваться. В аудитории два десятка человек может показаться мало, но параллельно с новосибирцами такой же текст под диктовку пишут и в других городах Сибири, России, странах СНГ и Европы, Швейцарии, Словении, Хорватии. Нина Калиткина в диктанте принимает участие впервые. Пришла проверить себя. Я учила, и в институте учила, и сдавала кандидатский, и потом занималась какое-то время. И когда ездила за границу, то, в общем-то, на том уровне я могла разговаривать. Но писать диктант – это несколько другое, потому что тут же ошибки, речевые там могут быть. Речь может быть нормальной, и даже фонетика, а вот как это ты, орфография, правописание. Так что тут другое. Толис-диктат – один из многочисленных проектов, которые реализует Российско-немецкий дом и региональная национально-культурная автономия российских немцев. Вместе проводят рождественские ярмарки, концерты. В этом году автономия получила президентский грант на организацию Большого бизнес-форума. У нас была давно идея привлечь сюда бизнес, экономику. Потому что сейчас мы, российские немцы, можем стать мостом между Россией и Германией в осуществлении процессов по линии общественной дипломатии. И мы работаем здесь, по сути, работаем не на российских немцах, мы работаем на область, на всю область Новосибирской области. Полноценную поддержку окажет и правительство Новосибирской области. Форум он пройдет в последних числах октября, объединит почти четыре сотни участников. Мария Черешнева, Алексей Баженов, Новости ОТС. Другим темам. В борьбе с лейкозом в районах области массово прививают скот. В зоне риска молодняк. Ведь если взрослым особям достаточно вакцинации раз в полгода, то чтобы сберечь козлят и телят, прививки нужно делать каждые три месяца. Из Качковского района сюжет Яны Рагули. В хозяйстве Константина Игнатова более 20 овец. Этих животных он выращивает уже много лет. Ветеринарные врачи на подворье и частые гости. И кровь берут, приезжают, когда приходят плановые обработки. Сейчас вот сказали, вакцинацию надо делать. В принципе, все это мы выполняем. Все требования ветспециалистов. Ветеринары проводят вакцинацию, а также берут кровь на анализ. Сегодня ставят прививки от сибирской язвы. Взрослым особям прививки ставят два раза в год. А вот молодым животным от трех месяцев и до года – каждую декаду. То есть раз в три месяца идет период привития. Избежать всех заразных заболеваний. Взрослые животные прививаются в полгода раз через шесть месяцев интервалом. Как бы поголовье на территории сельского совета Жуланского составляет тысячу голов овец. Это все частный сектор. Спышек опасных инфекционных заболеваний на территории района не фиксируют уже много лет. А вот среди крупного рогатого скота встречается болезнь крови лейкоз. Для борьбы с этим заболеванием коровам два раза в год ставят прививки перед выгоном на пастбище. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новость ОТС. Поклонники клуба «Под интегралом» готовятся отметить 50-летие первого фестиваля авторской песни в Новосибирском Академгородке. Тогда, в 1968-м, в Сибирь приехали многие пулярные в те годы исполнители. Юрий Кокин, Сергей Чесноков, Александр Дольский, Александр Галич. Известный сценарист и бард в первый единственный раз получил возможность официально выступить на сцене. Уже через пять лет он эмигрирует из Советского Союза. Клуб в Академгородке закроют, но тот фестиваль войдет в историю, цитирую, как «высшая точка», своеобразный пик короткой эпохи свободомыслия, получивший название «Оттепель». Конец цитаты. Номинант премии Грэмми известный пианист Константин Лившис даст сольный концерт в Новосибирске в рамках Транссибирского арт-фестиваля. 10 марта в Государственном концертном зале имени Арнольда Катца музыкант исполнит композицию «Коллаж» из английской сюиты Баха и произведений Леонарда Бернстайна. Программу для выступления в Новосибирске пианист выбрал сам. В каждом из трех отделений сольного концерта Лившис исполнит по две сюиты Баха, добавив к каждой паре сонату и вариации Бернстайна. Отмечу, в этом году исполняется ровно 100 лет со дня рождения известного композитора. Не перечесть женитьбу Фигаро, а посмотреть на сцене театра, причем кукольного. В Новосибирске готовят необычную премьеру «Фарс» по знаменитой пьесе Бомарше. О тех, кто стоит за ширмой и дергает за ниточки Керубина и графа Альмавиво. Сюжет моих коллег. Сердечко, как видно, так сильно бьется. Граф Альмавиво ухаживает за горничной своей жены. Ему противостоит ловкий и находчивый слуга Фигаро. Один день героев популярной французской пьесы наполнен интригами и событиями. Бомарше, потому что, понимаете, мне кажется, что это произведение кукольное очень. Потому что в 18 веке он написал, хотелось бы, чтобы роль Керубина играла девушка. Понимаете, то есть театр, уже мужчины, женщины. Ну, ему хотелось бы, чтобы роль мальчика играла девушка. Молодая, красивая. И там очень много внутри текста, очень много текста, который как бы подсказывает, что господин Бомарше, наверное, не зная этого, писал для театра кукол. До премьеры всего две недели и работа в бутафорском цехе в самом разгаре. Именно здесь куклы появляются на свет. В создании одного персонажа принимают участие шесть человек. Сначала художник рисует эскиз, затем делают слепок из пластилина или папье-маше. Конструктор, или как его называют, оживитель кукол делает машинку с механикой, чтобы открывались и закрывались глаза, рот и шевелились уши. И, наконец, модельер шьет наряды. Мучают персонажа, как шутят сами мастера, пока не завершат образ. В кукольной версии спектакля восемь персонажей куклы трансформируются, художники создают спецэффекты. Ну а характер кукли придает, конечно, актер. Наталья Мезенцева 15 лет работает в театре. Основные роли – Золушка, Белоснежка, Принцессы. В этом спектакле ее героиня – Сюзанна, невеста Фигаро. Девушка такая очень импульсивная, очень веселая, очень жизнерадостная. И поэтому она всем нравится. Конечно же, самому Фигаро. Она в него влюблена, она его очень любит. К ней расположен граф, также и Базиль, и Керубина, маленький Паш. То есть все ее любят и хотят с ней поближе познакомиться. Поэтому девушка у нее такая очень с активной жизненной позицией. Спектакль для взрослых – редкий проект в кукольном театре. В Новосибирском театре ставили только «Сон в летнюю ночь Шекспира» 7 лет назад. На новую постановку ждут всех желающих от 16 лет. Михаил Дорошенко, Наталья Кузнецова, Антон Мамаев. Новости ОТС. Эстафета огня Всемирной универсиады пройдет через Новосибирск. Факел прибудет в наш город в декабре. Маршрут составят с учетом расположения высших учебных заведений мегаполиса. Общая длина символические – 2019 метров. Напомню, универсиада пройдет в Красноярске. Студенты из десятков стран мира разыграют медали в 11 видах спорта. Для соревнований специально строят новые арены, горнолыжный комплекс и стадион на острове в центре Красноярска. Сборную России будут формировать после Нового года, но в нее обязательно войдут и новосибирцы. Наши студенты борются за награды каждой зимней универсиады. Дню защитника Отечества посвящается в Сдвинске. Школьники поставили цель – перейти на лыжах через озеро Урюм. Для подростков дистанция 18 километров стала настоящей проверкой на выносливость. Вот он, последний километр пути. Максим Недопекин в первой десятке. Признается, на маршруте было нелегко. С середины пути, когда уже дыхание остановилось. И надо было восстанавливаться сразу. Ну вот как-то так. А что помогало? Останавливались, отдыхали некоторое время. И опять начинали. Никита Дроздов на лыжах с шести лет. Поэтому дистанция далась легко. Хотя без ЧП не обошлось. Нога чуть болела. И крепление в конце слетело. Потом шел. Ну, опирался чуть-чуть на лыжи, но и ехал. Классикой. Ребята шли по одной колее, накатанной заранее. Финишировали небольшими группами. Я сегодня хотела пройти дистанцию в честь моего дяди Антона, который погиб в Чечне. Для меня самое главное было проверить свои силы. Смогу ли я? И я смог. Смогли пройти маршрут и девчонки. В конце пути эмоции не сдерживали. Чувство радости, что столько прошли от Верху Рюма до Чулыма. Первый раз, конечно, но ощущения не придать. Ощущения хорошие. Ну, тяжело, правда. У нас всего две девочки. Ну, пока ничего. В лыжном переходе через озеро Урюм, посвященном памяти воинов, земляков, погибших при защите Отечества, приняли участие около 40 сдвинских школьников. У детей выносливость, сплоченность. Все-таки мы останавливались, попьем чай, пошутили, пообщались. И здесь все-таки должны идти более такие выносливые, крепкие ребята. Прекрасная погода. Все это развивает. Ну, я не знаю, мальчишки, вот пройдя такое расстояние, ну, я думаю, мы потом поговорим еще сегодня, встанут, ну, почувствовать себя, может, настоящими мужиками. В Чулымской школе спортсменов встречали как настоящих героев. Андрей Баев, Галина Распопина, Сергей Шевченко, Новости ОТС. Тем временем в Искитиме «Арена-300» приняла детские хоккейные сборные. На лед вышли игроки 2007 года рождения из России и Казахстана. О том, как это было, Константин Бухтатов. Турнир собирает лучшие коллективы Сибири среди 10-11-летних спортсменов. Нашу область представляет три команды. Новосибирский Сибирь и Локомотив, а также Бердский Кристалл. Вообще здесь все команды, все одного уровня, поэтому здесь побеждает сильнейший. Наша команда, в принципе, хорошая, тренера хорошие, игроки хорошие, друзья есть. И, в принципе, вообще хорошая команда. Также на турнире команды из Тюмени, Красноярска, Новокузнецка, Хабаровска и Астаны. Конкуренция высокая. Уступать будущие звезды не готовы. Оттого эмоции часто переполняют. Бросок и там прижимает шайбу. Драка возникает, вы посмотрите. Во, вот это уже серьезно. Итоги соревнований. Бронза у Сибири победа достается единственной команде из Казахстана. Борис 2007 в финале уступал Тюменскому легиону 0-2, но сравнял счет и выиграл по булитам. Константин Бухтатов, Михаил Дорошенко, Константин Менин. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 21 февраля. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Здравствуйте. 22 февраля по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске ожидается мокрый снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 3,8 м в секунду, днем порывы до 15. Влажность 83%. Температура ночи минус 8,10, днем минус 3,5. Последующие двое суток временами небольшой снег. Температура воздуха в пятницу днем минус 8,10, в субботу минус 12,14. На этом о погоде все. Позитивного вам настроения. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»